Всем привет! Это интервью на канале Сивильнет. Гость студии Кирилл Кривошеев, корреспондент коммерсанта и автор Центра Карнеги за международный мир. Дорогие телезрители, вы также можете поддержать Сивильнет в Армении за ее пределами. Просто для этого нужно зайти на сайт civilnet.am и нажать на кнопку donate. Спасибо, Кирилл. В последнее время, особенно после Лачинского кризиса, кризиса в Лачинском коридоре, многие в Армении задаются вопросом, вообще как видит Россия дальнейшее обустройство региона Южного Кавказа. То есть Россия является стороной данной ситуации в регионе, согласно трехсторонненному заявлению 2020 года. И на России возлагается основное, так скажем, основное обязательство по контролю над этим участком, над Лачинским коридором. И с точки зрения Армении Россия не выполняет, российские миротворцы не выполняют свои обязательства по разблокированию данного коридора. Почему мы видим такую вялую реакцию России на ситуацию? И вообще, какую вообще политику Россия в настоящее время ведет в нашем регионе, особенно касательно Огромо-Карабахского регулирования? Ну, по-моему, ключевой запрос России сейчас, чтобы ее не отвлекали от Украины. Это ее ключевая цель. Но мы видим, что конкретно региональные игроки не позволяют ей, скажем так, оставить все как есть. Потому что все, что было до Лачинского кризиса, в общем-то Россию относительно устраивало. Да, там были определенные моменты напряженности. Да, мы знаем и Фарух, и остальные истории, которые проходили в Карабахе. Но в целом, все шло как шло, и если бы так было бы и дальше, то, решив вопрос с Украиной так, как это видят в Кремле, а я понятия не имею, если честно, как это видят в Кремле, видимо, в Москве ожидали, что можно будет вернуться к этому вопросу. Но вот так вот разграничить сегодня делаем одно, а завтра другое не получилось. Приходится делать все дела сразу. И да, это большой вызов. И здесь, по-моему, проявилась не слишком тщательная проработка соглашения. Я не виню миротворцев в том, что происходит. Я виню дипломатов. Виню дипломатов всех трех стран, которые не сделали как бы такого текста соглашения, который позволял бы действительно как-то вмешиваться в этот процесс. Вот всем известно, все говорят, что у миротворцев нет мандата, нет особенных прав применять силу в том числе. И здесь можно сказать, ну почему же не написали так, как нужно, да, почему же не дали им право, там, я не знаю, например, выполнить какие-то полицейские функции, вот чтобы отогнать этих активистов с дороги. Почему вместо тяжелых вооружений, ну пулеметы, да, и бронетехника с пулеметами, почему у них нет каких-нибудь дубинок, чтобы решать какие-то такие вопросы, которые вообще-то возникают и очень часто. Но очевидно, что если бы Армения тогда, еще в 20-м году смогла продавить нечто, некие пункты соглашения, которые позволяли бы миротворцам действовать более свободно, очевидно, что Азербайджан бы потребовал более жесткого контроля над проездом через Лачинский коридор, потому что, что бы сейчас ни говорили, по-моему, Армения в течение очень долгого времени пользовалась определенными привилегиями со стороны российских миротворцев, что через Лачинский коридор ездили очень разные люди, очень разные люди, что вызывало гнев в Баку, но здесь все разводили руками и говорили, что ну вот, не прописано кого пускать, поэтому упустили и этого человека, и этого, и эти вообще туристы, это, не знаю, какой-нибудь НКО, какие-нибудь журналисты, которые затем выпускали материалы, которые вновь раздражали Азербайджан. Ну, я не знаю, не знаю, как сейчас в Ереване видят, стоило ли оно того. Ну, понятное дело, что если бы вдруг сразу еще с 20-го года все списки, въезжающие в Карабах, пришлось бы согласовывать в Баку, пришлось бы очень несладко, но, а теперь вот, а теперь мы сталкиваемся с тем, что миротворцы бесправны, и боюсь, что любые действия, как, не знаю, митинг у их базы в Иваняне, которые хаджалы, не блокирование, не знаю, 102 базы в Гюмрии, ну, боюсь, это не заставит их действовать иначе, потому что военные действуют по приказу, приказа нет, вот, ведем себя так, как можем вести. А вина, по-моему, на дипломатах, надо было договариваться лучше. Ну, это понятно, что вина на кого, то есть, если бы был хороший текст, я не знаю, если бы был хороший текст, все по пунктам были там, все было бы обговорено, по пунктам все было разложено, придерживались бы стороны этого, то есть, если бы их интересы требовали другое. Но все-таки, по Украине очень много текстов было написано, но мы знаем. Но они тоже были достаточно широкие, минские соглашения оказались неполными, и никто не знал, какую часть выполнять. Ну да, я имею в виду, если меняются интересы сторон, то эти тексты тоже можно нарушать, менять, или там подгонять под какие-то юридические объяснения. Все-таки Россия, не желая отвлекаться от украинских дел, но все-таки она должна как-то реагировать. В каком случае, при каких обстоятельствах, по твоему мнению, Россия будет реагировать жестче здесь? Ну, если... Можно себе представить какие-то новые выпады Баку в адрес миротворцев, чего, в общем-то, сейчас не происходит. Мы видели, что в самом начале этого Лачинского кризиса было напряжение непосредственно между азербайджанскими активистами и миротворцами. Вот, когда туда приехали какие-то непонятные блогеры, да, они явно вызывающе себя вели, там, оскорбляли, провоцировали. Сейчас этого нет, по-моему, в Баку все поняли и их осекли. Теперь идет вот тактика выжидания, и я не знаю, что может быть следующим переломным моментом. Следующим переломным моментом должно стать уже серьезное ухудшение гуманитарной ситуации, то есть, разумеется, я не отрицаю, что гуманитарная ситуация непроста в Карабахе, но нельзя заявить о голоде, там, или, слава богу, не было погибших, давай, скажем так честно. То есть, мы не видели, чтобы кто-то умер от недостатка лекарств или, тем более, недостатка продуктов питания. Но если что-то вспыхнет между миротворцами и Азербайджаном на фоне того, что миротворцы будут провозить необходимые товары или какие-то грузы в Карабах, то тут может что-то произойти. Но, а пока, пока вот все идет, все идет как есть, и, на мой взгляд, чем дольше этот кризис длится, тем, к сожалению, международное внимание к нему не больше, а меньше, потому что все люди устают следить за этим сюжетом. И, чем больше это идет, тем, в общем-то, меньше это вызывает доверия со всех сторон, потому что, ну, видно, что там, как бы, что-то происходит, как-то, как-то жизнь продолжается, ну, значит, значит, не очень понятно, какое именно участие необходимо. Вот, по-моему, затягивание здесь такое, оно не на пользу Еревану, и если тут спросишь, что Ереван мог бы сделать, мне кажется, все-таки можно было бы, можно было бы поднять вопрос действительно о прописании каких-то правил проезда через этот коридор. То есть, если, если со стороны Армении будет не какой-то такой вот, не хочу сказать агрессивный, но выпад о том, что никаких переговоров с Азербайджаном вести не стоит, а наоборот, как бы, при поддержке России попробовать договориться о каких-то, о каких-то установленных нормах, то, возможно, это будет полезно, потому что сейчас в отсутствии норм мы видим, что решает сила. Ну, нормы, Кирилл, есть, ради справедливости там прописано. Безопасность передвижения по данному коридору грузов, людей и так далее и тому подобного обеспечивает, берет на себя такое обязательство Азербайджан, что обеспечивает такую безопасность и контролирует весь этот процесс российским миротворческим контингентом. То есть, какие четкие там правила еще должны быть прописаны, что вот какой-то гражданин Армении может заезжать туда, а какой-то не может. Ну, вот такого не может быть. Ну, почему? Почему? Собственно, по-моему, миротворцы уже играли по этим правилам. По-моему, миротворцы уже отбирали среди граждан Армении тех, кто, условно говоря, занимается политической деятельностью и не занимается. Ну, вот Кочаряновские депутаты. Ну, один раз их не пустили, потом пустили. Да, потому что они занимаются политической деятельностью. Да, хотя любой человек, по-моему, может как заниматься политикой, так и не заниматься. Он может быть обычным человеком, но, не знаю, вести какой-то блок, что угодно говорить, высказываться. На этом фоне, на всем этом фоне, в достаточно плачевной ситуации оказываются курируемые Россией международные организации, международные организации, в частности, военно-политический блок ОДКБ. Азербайджан фактически своими действиями показывает, что это не только на словах бумажный тигр, но и в деле бумажный тигр ОДКБ. В этом плане здесь встают вопросы, и многие спрашивают. Россия о своем международном, так скажем, имидже, статусе, о том, что вот с организацией, которую она ведет, фактически является основной военно-политической единицей данной организации, с этой организацией обращаются как хотят. Это не беспокоит Россию? Или сейчас Россия не до этого вообще? Ну, что значит обращаются как хотят? Ну, заходят на территорию Армении, Армения является частью ОДКБ, ОДКБ должен реагировать, не реагировать и так далее. А ОДКБ не считает это вторжением, и поэтому нет, не считается, что это обращаются как хотят. Сразу знаю, политика, это не вторжение, все, мы не так считаем. Да, 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 ну так это можно было бы сказать обращаться как хотят, если бы у всех членов ОДКБ было консолидированное мнение по этому вопросу. Мы знаем, что его нет. Вот, я не знаю, не хочу повторять тезис азербайджанской пропаганды о том, что у Азербайджана такие замечательные отношения со всеми, со всеми членами ОДКБ, что даже лучше, чем, ну не знаю, возможно, да, действительно, у Азербайджана с Белоруссией лучшее отношение, чем у Армении с Белоруссией. Ну, это так получилось, видимо, эти два лидера двух стран друг друга хорошо понимают. Возможно, они чем-то похожи, они чем-то похожи, скажем так, в свои модели. Помимо этого, за граждан закупают оружие в Белоруссии. Да, в свои модели управления государством они похожи, и в общем. Ну, так как консолидированного мнения нет, то про имидж ОДКБ. Ну, имидж ОДКБ это вещь такая эфемерная на самом деле, потому что, ну, по-моему, она рассматривается в России в первую очередь, как, не знаю, как попытка удерживать вокруг себя страны постсоветского пространства. Ну, просто чтобы они не ушли куда-то в западные организации. Ну, и не знаю, я не думаю, что даже, ну, возможно, когда-то, но точно не сейчас, что ОДКБ рассматривается как средство защиты при возможном военном конфликте с НАТО. Но это невероятный сценарий. Смотри, долгое время в течение истории сейчас Армения пытается часто, ну, а это, наверное, попахивает неким-неким также дипломатическим инфантилизмом. Не сказал бы Армения, но в целом армяне, те, которые делают иногда заявки на то, чтобы объяснять внешнюю политику или хотя бы ввести какую-то ее часть. Пытаются всегда везде объяснять там Западу свои интересы в регионе, что вот Армения является не единственным надежным союзником в этом регионе для Запада. Или для России единственным надежным союзником в регионе. Если они потеряют Армению, то они будут, то они потеряют в конечном итоге весь регион и так далее и тому подобное. А Армения постоянно пытается предупреждать о турецкой угрозе, тому великим Туране и так далее, что Турция выстраивает это все. Вообще из России как все это видится? То есть, когда отсюда кто-то им говорит, что вот есть в регионе такие угрозы, и я являюсь единственным надежным твоим союзником в регионе, то сделать ставку на меня, Россия как на это все смотрит, там угроза Турции, там строительство турецкого мира и так далее и тому подобное? По-моему, на угрозу Турции смотрят очень скептически, ну потому что идеи Турана, ну из России не видно, чтобы Турция, как пытаются некоторые представить, вот действительно угрожала территориальной целостности России или поощряла какие-то сепаратистские настроения в тюркских республиках, да, внутри России. Ну вот, скажем так, большая активность в ОТГ, так и в организации тюркских государств. Ну так мы видим, что она вроде бы как идет, но там возникают споры между собой, там по поводу включать или не включать Северный Кипр. Ну и в конце концов, ну я об этом писал, и это как бы очень хорошо разошлась эта идея, что нравится это кому или нет, сейчас Россия максимально зависима от Турции, чем, пожалуй, когда-либо в своей истории. Ну все, что мы имеем, сейчас идет через Турцию, но без Турции мы не будем иметь запчастей для станков, без Турции мы не будем иметь там любую технику, без Турции мы не попадем в Европу. Самолеты из России, как известно, в любую европейскую столицу летают через Стамбул, что чаще всего. Также есть рейсы Air Serbia через Белград или через Дубай. Но вот пока эта ситуация и не изменится, и тем более, что мы видели через турецкие источники, потому что российские источники заблокированы, в смысле не публикуется внешне торговая статистика, насколько вырос товарооборот между Россией. На 70-80% да. Да, там больше, там импорт вырос на 198%, то есть там огромных цифр достигает этот оборот, вот импорт в смысле то, что Турция, Турция завозит в Россию. И известно, что как бы Эрдоган, в общем-то, позволяет обходить санкции во всем, кроме военной техники, кроме каких-то вооружений. Самых чувствительных. Ну да, самых чувствительных. При этом Эрдоган настолько эксклюзивный партнер, что он при этом не прекращает военное сотрудничество с Украиной, хотя это очень хорошо контрастно видно на примере Казахстана. Казахстан полностью прекратил экспорт вооружений с августа 2022 года, потому что он, видимо, понимает, что то, что ты продашь Египту, окажется в Украине. Ну, то есть куда угодно, куда угодно, в любую страну, особенно в страны Ближнего Востока, где есть не слишком прозрачные схемы. В общем, все, может, что ты продал туда, может оказаться в Украине, и это вызовет большие вопросы. С Эрдоганом не так, с Эрдоганом можно все, и нет. Он, с одной стороны, продает оружие Украине, с другой стороны, сотрудничает активно с Россией. Да, ну вот, а только что прошла министерская встреча представителей Сирии, Турции и России. То есть при, скажем так, уступке со стороны Эрдогана в отношениях с Асадом, которую Россия очень долго ждала, при вот этом всем, боюсь в турецкой угрозе Россию сейчас убедить, ну, не получится. Ну, российское руководство не примет эти аргументы, потому что, как бы, это ваши страхи. А у нас, у нас нет партнера лучше. Ну, может быть, очень хотелось бы его иметь, но ни одно постсоветское государство не может быть настолько мощным партнером, как Турция. Казахстан не может поставить в Россию то, что поставляет Турция. И если как-то экспортировать газ из России, то это, опять же, можно делать только через Турцию, потому что, ну, других стран на западной границе России уже не осталось, которые готовы это делать. Ясно. Здесь бытует мнение, что вот, что касается так называемого Зангизорского коридора, да, вокруг чего очень много споров. Азербайджан этот вопрос представляет по-своему, Армении по-своему, что в рамках суверенитета Армении все это должно, все это дело должно быть. А Россия как к этому вопросу относится здесь? Особенно те политические круги, которые настроены определенным образом, специфическим образом по отношению к России, они фактически открыто заявляют о том, и не только они, так скажем, некоторые властные круги тоже, что вот Россия не реагирует на посекательство Азербайджана по отношению к территории Армении, потому что Россия тоже является, так скажем, бенефициарием этого вопроса. То есть они хотят, чтобы этот коридор был открыт, эта дорога была открыта, даже в ущерб суверенитету Армении. Об этом было даже написали провластные СМИ. Я видел, это написал Экаджаман Анах, да, конечно. Но я тогда спорился, я тогда открыто написал, что я не согласен с позицией этого издания, несмотря на ее близость к власти, потому что, ну, сейчас ангель-журского коридора нет. И что? Это как-то мешает импорту из России в Турцию? И наоборот? По-моему, Россия прекрасно торгует с Турцией. И вот эти аргументы, что России жизненно необходима железнодорожная артерия, которая бы соединяла ее с Турцией, но через такое колено, то есть нужно доехать до Баку, нужно доехать до самого юга Азербайджана, затем нужно ехать на запад, да, но это очень долго. Это очень долго, по-моему, черноморские порты, которых в силу определенных событий у России стало больше, справятся с этой задачей, перевозки грузов в Турцию. Вот, ну, я понимаю, я понимаю возмущение, возмущение Армении, но, пожалуй, да, Зангель-журский коридор – это самый оптимистичный пункт этого соглашения. Как бы Азербайджан его взял нахрапом, вот, мне в Азербайджане говорили, что сами не ожидали этого, что это как-то, эта тема очень давно не поднималась, а тут такое. Ну, наверное, той России, России 20-го года, это было интересно в плане того, что это какое-то присутствие, силовое присутствие, вот, ФСБ, значит, надолго закрепиться в регионе, потому что, если честно, а если Россия, если Армения и Азербайджан подпишут мирный договор когда-нибудь, нужны ли им будут услуги пограничной службы ФСБ России на их границе? Может быть, нет. Может быть, встанет вопрос о том, что они должны уйти. А тут вот вроде бы как закрепляется, что вот мы будем влиять. Россия любит, что тут говорить, военное присутствие. Оно считает это самоцелью. И как бы, чем больше российских военных здесь или там, то, видимо, это очень радует российское руководство. Поэтому в этом плане Зангизурский коридор интересен. Но не думаю, что он так уж интересен в экономическом плане. Или что, действительно, экономические интересы настолько сильны, что мы готовы вот прямо унизить Армению, прям заставить ее. Наоборот, по-моему, российские дипломаты, когда это обсуждалось, они говорили, что территориальная целостность должна защищаться, и что, нет, это не экстерриториальный коридор. Но тогда вопрос, а какой, а как туда будет организован заезд? Вот мне просто интересно, как водителю, как туда будут заезжать? Будут ли с этой дороги какие-нибудь съезды? То есть можно ли будет из Мегри повернуть и поехать на север в сторону Еревана или нет? А, собственно, по-моему, очень долго Армению убеждали в том, что этот коридор важен и ей тоже. И тогда возникает вопрос, а как на этот коридор можно поставить какие-то армянские товары? Вот где они будут? Где этот пункт загрузки? Куда нужно их привезти? Ну, в Мегри, что ли? То есть это достаточно отдаленный, логистически сложный город на юге? Или мне говорят, да нет же, в Ярасхе. В Ярасх ты просто ставишь туда, и оно вот так вот идет через вот этот вот огромный-огромный крюк в Россию. Ну, я не знаю, насколько это нужно, насколько это выгодно. По-моему, здесь действительно просто степень недоверия друг другу настолько высокая, что в Армении, в общем-то, наверняка готовы оставить все как есть, то есть возить исключительно через верхний Ларс. Ну, а про Россию я упомянул. По-моему, ей важно силовое присутствие. И силовое присутствие, ну, кажется, сейчас, по крайней мере, сейчас, по крайней мере, оно остается. Конечно, есть вопрос насчет миротворцев после 25-го года, но, так или иначе, уж точно, ввиду всех событий, по-моему, Армения не откажется от услуг погранслужбы ФСБ России, и здесь можно не бояться. Что после 20-25-го года? То есть в России к этому готовятся сейчас? Вообще думают о том, они останутся в корабах и не останутся? Ну, Россия образца 25-го года, это, ну, я не знаю, это такая вот отдаленная научная фантастика, как воображение Жюля Верна в конце 20-го века. То есть мы понятия не имеем, что будет. То есть нам бы этот год пережить. То есть каждый месяц новая реальность. 25-й год – это действительно как бы то время, когда, не знаю, у каждого будет личный вертолет. Вот что-то вот, вот настолько отдаленное будущее, которое абсолютно непредсказуемо. То есть это, здесь могут быть только фантазии. Как Россия переживет украинский кризис? Доживем до понедельника, потом поговорим. Как мы доживем до понедельника? Вообще, будет ли такой фактор, как отношение России и Запада в каком-нибудь виде? Ну и, разумеется, не знаю, говорят, что эта проблема отпала, но так или иначе, 24-й год, все-таки намечаются же выборы президента в России. Как они пройдут? Вот как-то же они должны пройти. Как-то российская политика должна видоизмениться и показать себя в новом качестве. А 25-й год будет после этих драматических событий. То есть в любом случае после. Ну и вот, чтобы готовиться, нужно представлять себе, каким будет российское государство в 25-м году. Абсолютно непонятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это был Кирилл Кривашаев. До новых встреч. Продолжение следует...